здравствуйте еще раз мои дорогие друзья сегодня хочу поговорить что нужно для того чтобы ввести свой видеоблог радовать людей радовать себя видосами которые вы заливаете на свой канал но прежде всего необходимо иметь конечно технику технику позволяющие вести видеозапись формате full hd желательно но я хочу сказать прежде всему небольшое вступление что не обязательно иметь дорогую технику конечно лучше ее иметь но к сожалению покупка дорогой техники видеотехники соответствующих аксессуаров повлечет за собой расходование немаленько денежных средств и это не обязательно приведет к тому что результат от съемки будет вас радовать но прежде всего начну слева направо лично я приобрел уже года три тому назад вот такой штатив он стоил недорого где-то до 1000 рублей 800 или 900 он раскладывается имеет под собой в качестве основания три ноги которые таким образом выдвигаются это достаточно удобно иметь штатив для того чтобы снять какие-либо объекты без дергивания картинки потому что в руках держать видеокамеру долгое время достаточно неудобно а когда вы занимаетесь съемкой природы и тогда этому подобное вам охота снять какое-то событие в вашей жизни то штатив это самое лучшее и в данном случае не стоит покупать дорогой штатив так как основная его цель это чтобы камера либо другая другое снимающее устройство было закреплено неподвижно в данном случае штатив роль свою выполняет очень хорошо держит он без каких-либо дерганий уверенно в данном случае камеру хочу сказать что естественно этот штатив как я уже сказал не является дорогим и у него есть определенный минус свойственным для любых кстати недорогих штативов тысяч рублей 2000 рублей это то что он вот эта часть которая держит видеокамеру и вы будете вот так двигать да конечно нужно ослабить это все будет двигаться более легко головка то здесь даже если вы ослабите и будете допустим чуть-чуть опускать рычаг допустим вниз когда камера будет стоять все равно вас будут небольшие подергивания потому что сам вот этот механизм шарнир и тогда и тому подобное учитывая стоимость штатива они сделаны не очень хорошо но на более дорогих штативах эта вся система очень двигается плавно влево вправо вверх вниз что естественно позволяет снимать без каких-либо подергивание кадре также я приобрел и следующий небольшой штатив который может крепиться какой-либо поверхности посредством указанной струбцины и также можно его расположить неподвижно также на какую-либо поверхности не завинчивая его допустим к столу вот таким образом здесь крепление под видеокамеру либо фотоаппарат можно производить съемку небольшой удобный штатив который стоил около 300 300 рублей чтобы вы сами понимаете недорого он складывается посредством определенных движений уменьшается в размере в общем супер также приобрел недавно видеокамеру конечно многие могу сказать что видеокамера недорогая но сейчас она где-то тысяч двадцать стоит фирмы panasonic но мне нравится именно видеокамеры хотя есть совершенно другое движение связано с тем что многие снимают видео не на видеокамеры а на фотоаппараты ну для меня видеокамера удобнее в силу определенных причин она меньше размер занимает чем фотоаппарат у видеокамер некоторые функции реализованы получше чем у фотоаппарата именно для видеосъемки но тем не менее некоторые покупают фотоаппараты с помощью которых они не только фотографируют естественно но и занимается видеосъемкой и это считается многими лучше потому что фотоаппарат дает более качественную картинку но я купил видеокамеру также у меня есть телефон он такой же на которой сейчас снимаю данное видео осузен фон 5 если вам нужно снять какое-то событие то естественно вам иногда проще снять и на ту технику которая является компактной и она всегда под рукой в данном случае это естественно телефон что-то вы увидели что-то желаете снять и у вас под рукой находится еще расскажу телефон и в этом плане его очень большое удобство также еще хочу сказать что мне порой ролики удобно записывать на телефон потому что в нем есть вай фай я сразу с телефона загружаю на youtube стадию иногда это мне очень лень когда я снимаю на видеокамеру необходимо вытащить в карточку памяти вставить ее в компьютер перекинуть на компьютер все это занимает время а со смартфона я сразу перекидываю на свой канал кстати эта модель 730 panasonic а есть 750 750 у ней плюс вай фай сразу можно ролики перекидывать на свой допустим канал на ю-тубе но камера снимает достаточно большие объемом файлы поэтому естественно когда вы снимете такой камерой небольшой даже сравнительно отрезок времени у вас файл весит много поэтому если вы будете перекидывать по вай файу сразу на свой канал с камеры то у вас то по времени займет очень много поэтому иногда особенно когда снимаю видеофутажи продолжительные я перекидываю иногда на иногда перекидываю на компьютер и немножко ужимаю размер файла но не суть также было давно куплено вот такая мыльница но сейчас кстати я считаю что эра таких мыльниц достаточно ушла в прошлое потому что неплохие снимки делает и смартфон в данном случае но тем не менее была приобретена года три может быть тому назад такая фото мыльница марки canon фотоаппарат снимает также он и видео в разрешении full hd hd но тут микрофон очень слабый поэтому раздаются такие шумы какие-то пощелкивания потрескивания у меня есть старые видео снятые на данный фотоаппарат я делал определенные обзоры и звук там не очень да и в принципе как и видео с фокусировкой проблемы поэтому сейчас приобретать данный девайс фото мыльницу я считаю лишняя вот в принципе все кратко но также еще необходимые если вы собираетесь заниматься монтажом вам найти определенную монтажную программу sony vegas adobe premiere pro не суть также у меня установлена одна программа которая позволяет обрезать видео как салвек называется кажется да обрезать видео или соединять несколько видео файлов без потери их качества обрезать их я ее тоже использую в принципе и все но еще раз хочу сказать из важных необходимо снять приобрести желательно штатив видеокамеру либо фотокамеру и мобильное устройство позволяющие снимать видео в данном случае это телефон вот в принципе все а также еще хочу сказать что независимо от того какую вы цену тратите на приобретение аппаратуры в принципе это для раскрутки вашего канала не скажется я считаю лишним будет вкладывать большие денежные средства приобретение дорогой фотокамеры дорогого штатива дорогого телефона которые будут снимать в качестве full hd это все лишнее необходимо иметь определенный бюджет в каких-то рамках для того чтобы не производить лишних трат вот в принципе все ну конечно когда вы отправляетесь в путешествие тут штатив брать с собой такой достаточно я не знаю если в какую-то дальнюю страну едете таскать такую палку с собой это будет лишнее конечно лучше брать что-то компактно вот такой штатив можно все это обрастает кучей проводов подзарядных устройств тогда и тому подобное но я еще хочу купить и как они называются переносные аккумуляторы небольшие вот такие устройства когда у вас что-то из устройств уже подсела то есть аккумулятор приближается к нулю вы втыкаете в это переносное подзарядное устройство и заряжаете свой девайс а у этой видеокамеры panasonic по сравнению с моей старой камерой с сонькой hdr sx-130e аккумулятор держит в два раза хуже не поверите очень слабый аккумулятор по сравнению еще раз говорю даже с моей древней сонки который уже четыре года там она аккумулятор у нее держит раза в два наверно побольше вот в принципе все друзья мои держим связь